3 августа во время схода жителей поселка Зайцево, исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько, заявил, что в течение следующих двух недель будет открыт фельдшерский и аптечный пункт для оказания первой медицинской помощи. Прошло меньше недели, прежде чем его слова воплотились в реальность. Просто что, видите как получилось, что мэр только задумал это сделать, новый мэр, и он сразу это реализовал. Если предыдущие мэры, они только думали-думали, но ничего не делали, то здесь сразу, моментально, он сказал, он сделал. Мероприятие очень значимое для поселка Зайцево, у нас сегодня открывается медпункт. Ранее здесь была до военное время амбулатория номер 8, где ввелся прием врачей, но, к сожалению, здание разрушено, и боевые действия, вообще-то медицинская помощь оказывалась Никитовки. Но чтобы приблизить медицинскую помощь к населению, было срочно принято решение городским головой, нашим заведующим городским отделом здравоохранения, открыть здесь медпункт, именно в поселке Зайцево. Здесь есть комната приема больных, врачебный, процедурный кабинет, регистратура. То есть вся информация, которая нужна, вся у нас здесь есть. Оборудование этого помещения, одна манипуляция для оказания помощи, капельных прием доктора и дальше манипуляционная. Да, здесь у нас именно все с местного бюджета по оказанию неотложной помощи. При всех острых состояниях мы окажем помощь. Здесь наконец-то будет и аптечный пункт, и врачи. Очень довольны, очень довольны. Спасибо нашему мэру, который действительно позаботился, обратил внимание на наш поселок. Я хочу сказать, что это единственный человек, мэр, который обратил на нас внимание. Благодарим, что у него внимание есть, что он вник в эту нашу нищету и посмотрел, что нет ни аптека, ни врача. Благодарим очень ему за внимание, что он именно обратил внимание на нашу старость, на нашу бедность, на нашу нищету, которую мы несем в этот момент. Так что большое внимание ему за все. И все остальные, которые приехали, пришли к нам в эту трудную минуту. Благодарим, что он открыл аптеку на векам. Спасибо. Сегодня, 9 августа, в здании администрации города Горловки прошло аппаратное совещание. Представители районных администраций предоставили краткий отчет о проделанной работе. В частности, поднимались вопросы выдачи гуманитарной помощи, восстановления жилого фонда, а также благоустройства города. Иван Сергеевич Приходько контролирует выполнение поставленных им задач и требует от коллег скорейшего их выполнения. Он призвал как можно скорее включаться в работу и не быть равнодушным к происходящему в родном городе. Глава администрации должен стоять на месте города по 8 утра, стать главным города, показывать, как работают коммунальные бригады. Если вы не считаете, что я не проеду, не посмотрю, вдруг есть и выяснете, вы там не будете, так я это давно сделаю. Зачем вам это показывать? Вы зачем малышки вчера одняли людям? Вы плачьи стекла на вставляли на гуманитарном пункте. Вы что, не можете в вас стекла вставить? Или там мыши делаются по вас? Или вы не можете найти несчастные деньги? Вы в декабре заявку написали на поверку весов. Вы хоть постыдитесь, вы глава районная. Кто это должен сделать? Что-то Джарманов этого сделал, а Аль-Ахтенко это не может сделать. Он заявки пишет. Я говорю. Пожалуйста. Я прошу вас, хотите нам очередь. Сегодня на площади Победы состоялось открытие ярмарки «Яблочный спас», на которой горловчанам представлен широкий ассортимент меда и продуктов пчеловодства. Ярмарка продлится до 14 августа и будет открыта к посещению с 9 до 18.00. Мед – это самый ценный продукт, насколько мы можем понимать. Он очень хорошо поддерживает человеческий организм, повышает иммунитет. Вот конкретно свойство фиточного меда. Он хорошо полезен для желудочно-кишечных заболеваний, помогает, при сердечных заболеваниях помогает. Разно траве идет, как общевдивляющий, антибактериальный, противовирусный. Будь в курсе последних новостей, подписывайся на наш канал на YouTube, а также на наши соцсети.